Люди не вместе не живут, у женщины больше силы психической. Она притягивает к собой своей красотой мужчину, в ней больше силы. Когда они живут вместе, уже у мужчины больше силы. Пока у женщины больше сил, она так и должна диктовать свои условия. Если она не диктовит свои условия, значит мужчина будет наглее все больше и больше. Но вообще классическая лидическая культура говорит, что женщина вообще доженить бы не должна подпускать мужчину к своему телу. Это для женщины самый простой вариант решить ситуацию. Потому что когда женщина подпустила мужчину к своему телу, тогда она теряет силу в отношениях, а он увеличивает. У нее увеличивается привязанность к нему, а у него привязанность уменьшается. Она любит его больше, а он любит ее меньше. И поэтому женщина, которая дает возможность мужчине с собой заниматься сексом, но при этом не расписана с ним, она фактически попадает в рабство. Интересное психическое рабство по отношению к этому мужчине. И он может делать все, что хочет. Он может, допустим, сказать, а мы с тобой вообще женимся через 10 лет. И так далее. Любые фразы могут прозвучать. И это означает неправильное поведение женщины в целом. Женщина должна держать мужчине до расстояния, пока он не созреет, дожнит бы. А вот если надо будет его держать на расстоянии, то созревание будет происходить быстрее. Будет добиваться, потому что мужчине надо добиваться. Будет добиваться женщину, и тогда, естественно, он дойдет до ЗАГСа с ней вместе. И все это происходит достаточно быстро. Но если женщина позволяет ему лежать с собой в постели, наслаждаться собой, своим телом, но при этом мужчина не выполняет свои обязанности, это значит, что она поступает неправильно в этих отношениях. Поэтому сейчас надо эти отношения остановить и ставить условия мужчине, пока он привязан. Потому что со временем его привязанность будет таять, потом он даст пинька под зад, дойдет себе другую и будет поступать точно так же. Тоже ее склонит в постель, будет наслаждаться, потом пинька под зад. И так следующую, следующую, пока не надоест. Пока не набьется на нормальную девушку, которая скажет, сначала ЗАГС, потом в постель. Вы услышали все, женщины? А теперь думаете, как же дальше? Потому что культура наша, она по-другому работает. Все работает по-другому. Женщина часто боится, а вдруг он меня вообще бросит, если я ему не буду позволять ничего. Наоборот, когда женщина, черт, не позволяет, она становится более сладкой, недоступной, красивой, любимой и так далее. Когда все позволяет, она надоедает. Помогите, не знаю, как поступить. Моя мама живет с братом, с младшим. Она ее, он ее обижает. Она его боится. Говорит, я от него не может. Жалко, дом. Они его с отцом построили. Отец ушел из жизни 20 лет назад. Он никого в дом не пускает. Собирает все поживки и топоры и ждет, когда я приеду. Я его вызывал, я вызывал милицию. Но у них не было основания его забрать, так как нет свидетелей. В общем, я понимаю, что может не оставить, только мама постоянно жалуется. И знает, что делать, это критит души. В этой ситуации виновата мама, не брат. Есть такое понятие привязанность к своему ребенку. Когда женщина привязана к сыну, она сначала его балует. Потом он становится очень жестоким в результате. И сама по себе эта привязанность, она заставляет его прощать вот это поведение. Ну, то есть мама бы сама могла вызвать милицию вообще-то на него и его поставить на место. Но она этого не делает, потому что ей жалко его. Из-за этой жалости, а это нехорошее чувство, это греховное чувство, она его продолжает баловать и мучить. Поэтому, если мама звонит человеку по телефону, доченьку помоги, что делать, надо сказать этой маме, что я тебе не могу помочь, потому что ты должна сама разобраться в своей жизни. Если ты хочешь себе помочь, надо просто вызвать милицию на человека, который тебя бил, то есть это твой сын, и наказать его. Потому что если детей не наказывают своих детей, то дети могут вообще превратиться в преступников. Сейчас, казалось, не такая культура развивается, что детей наказывать не надо. А ведро объясняю, что наказание – это более высокая форма любви, чем поощрение. Сначала люди учатся служить друг другу, а потом учатся воспитывать друг друга. Но если люди не могут воспитывать друг друга, тогда отношения нормальные у них не могут. Потому что у каждого человека есть склонность наклеить, вести себя неправильно. Эта склонность, она живет в каждом человеке. И в данном случае женщина, это она позволяет своему сыну издеваться над собой только и всего. Она должна проявить силу духа и заставить его вести себя правильно. Достаточно один раз, два лета сделать, и он успокоится, будет вести себя нормально. Или пойдет гулять. Можно его выгнать из дома. Что? Ну, давайте, да. А вот если дети, грубо говоря, осознают потом в дальнейшем, что они грязничные относятся к родителям, ну, к примеру, а как им попытаться себя изменить, ну, как-то будет? Изменить? Ну, или как? У нас вся лекция, у нас немного как бы на тему, как себя изменить. То есть надо просто слушать лекцию и потом себя менять в соответствии с этим знанием. Ну, это вопрос уже знания, изучения. То есть это надо слушать лекции и генетически изучать все. Раскается вы, если вы скажете, как раскается, тоже есть определенное понимание. Раскаение идет в молитве. Человек просто молится, думает о святом человеке. Постепенно в этой молитве он удовлетворяет Бога своим поведением и приходит в прощение в сердце. Потому что часто люди думают, как себя простить. Мы не можем себя не простить, не наказать. Само наказание приходит изнутри от Бога. Там есть представительство Бога в сердце, и оно нас наказывает. Поэтому некоторые люди, заблуждаясь, думают, что я могу себя простить как-то и пытаются себя простить. Но это наказание идет не от меня, это идет от Бога. Поэтому если все это молится, раскаивается, приходит время, и ощущение, что он прощен, приходит в сердце. Смотрит фильм Остров, там, куда описано, как человек добивался прощения, молитвы, покаяния. Может быть, это, ну, как бы, там, культ такой слишком тяжелый, там, монашеский показан, но суть такая, что прощение – это не то, что я могу сам с собой сделать. Я занимаюсь хатко-йогой 4 года. Недавно вывихнула А, вдохновила сына на занятия, показала комплекс, разминку и уссури на мазках. Сыну понравилось заниматься, но после нескольких занятий нужно резко поднялась температура, обострелить хронические болезни, ремолитвы ангина. Переболел, начал заниматься опять обострении, что делать. Знаете, это уже такой вопрос, больше медицинского плана. Это означает, что сама практика гимнастики у вас неправильно выполняется. То есть вам надо делать упражнение сыну более медленно. Каждое упражнение нужно делать очень медленно, потому что его психические каналы, они напрягаются, они прочищаются. То есть вы делаете гимнастику очень быстро. В этом причина его обострения. Потом такому человеку лучше перед гимнастикой делать подкрасник лучше, чтобы тело разогревалось. И после гимнастики также делать подкрасник, чтобы снимать напряжение. Но это технические детали, надо с специалистами советоваться. Кто-то из ваших учеников может рассчитать время для регистрации брака моего сына. Это можно у нас на сайте, есть консультация о строгах, это несложная вещь. Здесь нет никакого волшебства, там сложно какие-то рассчитать время брака. Это простая процедура. Заходите на сайт, управляйте заявку и рассчитывайте. Кто оберегает наш город? Красная девушка, вы говорили. Я не знаю. Ко мне не приходят в каждом городе, где-то его оберегает. Ну то есть не общаетесь со мной, не знакомиться. Я один раз это увидел, но здесь я не видел ничего такого. То есть однозначно кто-то оберегает, но кто и не знает. Не придавайте мне слишком много значений. То есть не надо из меня делать потира. Вот, я вот то, что могу, то могу. Потеряло взаимопонимание с сыном 8 лет. Не хочет делать домашние задания. Доставляю. Домашние задания ребенок не хочет делать не потому, что он не хочет делать. Люди, дети, они не имеют хочу-не хочу. Они находятся в явлении ситуации. Есть несколько причин, по которым он не может или не хочет делать задания домашние. Первая, часто встречающаяся, самая причина, это неправильная атмосфера в доме. Если родители полднеют, отец смотрит телевизор, мама говорит по телефону, а ребенка заставляет аскезы совершать, то ясно, что ребенок не будет их совершать. Он будет свои виды наслаждения использовать. Играть в компьютерные игры, смотреть детские фильмы, всякие мультфильмы и так далее. Надо создать атмосферу труда, аскезы во время делания домашней работы. А лучше с ребенком садиться и вместе с ним с удовольствием помогать ему это делать, показывая интерес к этой деятельности. То есть нужно энтузиазм вдохновить сердце ребенка, сделать так, чтобы у него появился энтузиазм. Немножечко свои силы прилагать к энтузиазме в этом. Закрутить его в этот процесс. Если, допустим, я сам не люблю заниматься самосовершенствами, я и вас не вдохновлю на это. И то, что, ну ладно, занимайтесь завтра самосовершенствами. Или занимайтесь самосовершенствами, нет? Что, от этого что-то меняется? Вы что, пойдем сейчас завтра заниматься, что ли? Да нет, конечно. Это все зависит от того, насколько я сам вдохновлю. Вторая причина – это болезнь. Бывают скрытые тяжелые периоды, астрологические у детей. У них снижается возможность заниматься, снижается концентрация внимания, падает возможность внутренне это делать. И дети же не понимают, что у них тяжелый период. Они это объясняют как-то по-своему. Мама, мне не хочется там и так далее. Бывают причины, почему ребенок не делает домашние задания. Это, допустим, предмет вообще не подходит этому ребенку. Бывает так, что предмет вот этот вот не по природе. Он никогда не научится это делать. И интересно, вот как вообще люди живут. Человек может развиваться только в одном направлении, допустим. Если бы не в литературной способности, то в литературе, если бы в математике, в математике и так далее. Но как устроено наше общество? Вот, допустим, ребенок проучает по литературе 5, а по математике 2. Чем его заниматься заставляют родители? Математикой. А чем надо ему заниматься? Литературой. Потому что красный цветок, желтый не переделаешь. Его надо расти в красном. Понимаете, если ребенок в литературе имеет способности, надо ему развивать в литературе. И как вот гора, она чем выше, тем больше склоны. Так и ребенок. Чем выше он своей деятельностью занимается, тем больше он подтягивает все остальное. Потому что у него в целом много энтузиазма. Но родители что делают? Они говорят, не надо никакой литературы, там и так пятерки. Давай математику. А в математике у него вообще, ну как бы, он не может этим заниматься. У него нет природы к этому. Это все равно, что мужику рожают. Иди рожай. Иди беременнику мужику. Ну как он? Он не может. Ну попробуй. Ну давай посидим, попробуем, поплыжемся. Ну давай, ну давай попробуй забеременнику. Ну давай. Ну никак он не может. У него нет на это природы. Так у детей бывает. Нет природы на математике или на литературу. Ну зачем его заставлять? От этого ничего не меняется. Но если человек сам захочет, он сможет это сделать. Только у меня, допустим, не было с детства природы на то, чтобы изучить иностранные языки. И я просто сам потом в юности как-то захотел изучать беды, начал изучать хинди, английский. Учил, учил, учил. И хинди сейчас еще до сих пор учу, а английский уже нормально, то есть понимается. Понимаете, но это мне далось очень тяжело, потому что я сам захотел. И почему я захотел? Потому что я развивался хорошо, как личность, делая то, что мне надо делать. Одна женщина на консультации мне спрашивает. Олег Геннадьевич, у меня ребенок такой, вообще такой дурак растет. Я говорю, а что такое? Ну он в школу ходит, там ничего не делает. Я говорю, а чем он занимается? Ну он в сборной Москвы по хоккею. Как сборной Москвы по хоккею? Он наоборот очень талантливый человек. И он будет тренером по хоккею в хорошем будущем. Зачем ему заниматься, вставлять делать то, что ему не по природе? И непонятно, кто здесь дурак вообще. Ребенок, который развивается хорошо, или мать, которая не дает ему развиваться? Проанализируйте, вот записка по поводу воспитания. Проанализируйте все, что я сказал. Послушайте лекции побольше еще по воспитанию детей. И изучите эту тему. В целом, если ребенок, допустим, это не его природа, математика, ну тогда Бог с ним пускай не учится. Если он вообще не учится, а гуляет на улице с плохими друзьями, то это значит, что у вас дома плохая атмосфера. Вы не любите друг друга. Поэтому ребенок привлечен улицей. Если он болеет, просто тяжело себя чувствует психически, разберитесь в этом, значит, надо его вообще мучить. Подождите немножко, он похоже начнет учиться. Если вы все расслаблены дома и не хотите ничего делать сами, ребенок тоже ничего не будет делать, потому что у него не хватает силы на это. Вопрос на тему «Дети-вегетарианцы». Не кормить ребенка мясом было решением мужа. Я много читал на эту тему, но чувствую беспокойство. Есть среди наших друзей нет подобных примеров. Я такой пример. У меня ребенок никогда не ел мяса, вырос здоровым, почувствовал. У меня сотни таких примеров. Все друзья, вегетарианцы у всех детей растут без мяса. Стоит ли на ваш взгляд переходить, переживать по этому поводу? Можете переживать. Интересный был опыт общения с маленькими вегетарианскими ребенок с рождением вегетарианцев. Спасибо. Да у меня тут даже есть куча. Вот организаторы мои векции, у них трое детей, все вегетарианцы. Все нормально развиваются, никто не болеет. Понимаете, вот вегетарианская пища это такая же пища. То есть там есть молочные белки, они усваиваются намного быстрее, чем мясо. Вот сметана, она усваивается в десятки раз быстрее, чем мясо. Сыр в несколько раз быстрее. Если взять, допустим, кастрюлю, сделать физиологический раствор солевой, положить кусок мяса и кусок сыра и начать варить. Не то, что в солевой раствор, как в желудке. Сыр развалится, пыль за 2 часа, а мясо за 10. Понимаете, да? Ну и что лучше тогда есть? Я один раз в день поел, и все, и свободен. У меня все переваривается качественно и хорошо. А те, кто мясо едят, 3 раза в день есть, потому что мясо не доваривается, оно проходит по кишечнику, выходит, и опять кушать хочется. Организм много сил надестракан на это пищеварение, понимаете? Молочные белки такие же, как мясные. Какая разница, то животные белки, они нормально усваиваются. Проблем никаких нет. Просто у вас нет знаний на этот счет. Вам, врачи, втыкают эту информацию, что в мясе есть незаменимые аминокислоты. Эта идея была где-то в 50-е годы прошлого столетия, что есть в мясе незаменимые аминокислоты. В 79-м году ученые уже доказали, в 1979 году уже доказали, что это все ерунда, что никаких незаменимых аминокислот в мясе нет. Что они все есть в обычных зерновых продуктах, овощах. Ну, то есть все эти аминокислоты заменимы. Но врачи остались в этой позиции, что мясо надо есть, потому что оно незаменимое. Это, блядь, полный. Современная диетология говорит, что мясо является главным канцерогеном. У нас была передача по холестерину в Москве. И там было несколько академиков. Я не знаю, как меня тоже туда посадили. И мне академик. Вот. Но идея в том заключается, что самые главные диетологи страны считают, что мясо это бредный продукт для здоровья. Уже сейчас. Но наши врачи-постальники все мучают народ этим, тем, что мясо это как бы незаменимая пища. Она очень бредная пища. Есть много диссертаций, которые показывают, что эти люди без мяса питаются. У них в среднем на 15-20 лет больше продолжительной жизни. Понимаете? Ну, то есть, говорит о том, что вот без мяса прожить невозможно, это бред полный вообще. То есть, это пища питания намного лучше и качественнее. Кроме того, сейчас как мясо выращивают? Это антибиотиками, гормонами этих всех животных пичкают, чтобы быстрее росли. А потом это нам пихивают. И люди, которые едят мясо, они все гормонально зависимые уже. Они на этих гормонах живут, которые кормят животных. Думаю, выбирают. Вот. Ну, то есть, как бы бояться питаться без мяса глупо, потому что это более практичное и здоровое питание. Просто часто люди вегетарианскую пищу понимают вот какое-то питание чисто капустки. То есть, есть такое понятие, как православный кост. И вот, ну, без мяса питание, оно отождествляется сейчас у людей как костное питание. Но вегетарианство не костное питание, то есть, не пища маслянистая очень. Достаточно много масла в месте. И, кстати, ну, если это не мясной жир, то это в калестерин не превращается. Если пища маслянистая у человека, но не мясная, то это не становится холестерином в крови. Не надо думать, что растительные масла превращают кровь в холестерин. Это премь полная. Вот у меня пища очень маслянистая. Я масла много ем, белка во время питания. И у меня нет никакого холестерина в крови лишнего. Мне 50 лет, и у меня нормальное здоровье. Я никогда не обращался к врачу. Я сам врач. Ну, то есть, у меня нет проблем. То есть, я не парюсь со стороны. Некоторые 50 лет уже кости сыпятся. Мне не сыпется ничего. Лично живу счастливой, напряженной. Жизнь такая активная. Ежу по всей стране. Девушка пережила тяжелые расставания, и мы чувствуем проблемы, связанные с этим. В том, чтобы построить семью. Вы знаете, неполная записка. То есть, то ли девушка со мной рассталась, и мы чувствуем переживания, то ли она с кем-то до этого рассталась. И если хотите, вот вы написали, кстати, скажите, что вы чувствуете. Я вам отвечу. Я не понял записку просто. Если девушка рассталась до этого, и вы с ней пытаетесь построить сейчас семью, то это невозможно. Потому что человек, который расстался, и особенно его бросили, ему надо пережить стресс сначала. Но это требуется полтора года. И пока человек стресс не переживет, он не может новую семью создать. Он надо сначала успокоиться. Поэтому не время создавать семью точек. Нужно его успокоить сначала, чтобы он успокоился, прошел время, а потом уже дальше пытаться в новое отношение строить. У меня есть лекция «Преодоление стресса семинарцев». Послушайте, там об этом говорится. Если все то, что происходит внутри организма человека, контролирует сверхдуша, то откуда берутся болезни? Болезни берутся от наших поступков плохих. Если, вот, при телопедии теоретически можно предположить, если все контролирует сверхдуша, это божественная структура, почему в организме тогда все не работает божественно? Потому что сверхдуша также отвечает за наши поступки. Она регулирует также нашу жизнь. Она является учителем человека, совестью человека. Если человек совершает плохие дела в своей жизни и прошлой жизни, тогда он за это должен отвечать. И он получает это болезни, наказания, и страдания разные в жизни. Все это тоже является закономерным. Человек никогда, даже чуть-чуть, зря не страдает. Никаких случайностей в нашей жизни нет. Это надо знать. Все происходит закономерно. Что бы ей сверхдуши не дать мне возможность быть здоровыми и счастливыми? Она вот такая, она нас воспитывает. Не цель, чтобы мы здесь балгели в этом мире, а чтобы мы научились жить как-то правильно. В этом цель Бога. У нее другие цели часто с нашими не совпадают. Скоро уже год, как мы вместе, через месяц свадьба. За это время ни разу не ругаюсь. О чем вы-то говорите? Вот у меня стакан стоит, а воды нет. О чем вы-то говорите? Я могу только благословить вас. Сказать о том, чтобы вы жили мирно, если у вас появятся какие-то проблемы, то решайте их с помощью отношений, молитвы. Если совсем не можете быть вместе, тогда поживите отдельно и молитесь друг за друга. И опять сходите вместе. Возвращайся холодным утром, возвращайся мне очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся. Я без тебя устал. Не хвалитесь никогда, не хвалитесь. Скоро уже год, как мы вместе, через месяц свадьба, за это время не ругались. А что это говорит? О чем это говорит? О том, что вы хвостут просто и все, больше ни о чем не говорите. Если хорошо, молчите лучше. Все нормально, молчите, не надо хвалиться. У нас все хорошо. О чем это говорит? О том, что вы святые ей говорят. Или хвостуны одной из двух. Услава мужа три года назад. Ненавижу его. А уже любовь и голуби пошли. У других, как ребеночки, обняли доносится. А он так и любит до сих пор. Детей нет. Возвращаться весной к нему или нет. Возвращаемся и оставаемся. Возвращаться. Он же любит, любит, любит и потом под себе новую найдет. Знаете, девушке создать семью крайне сложно, а мужчине вот так вот. Так судьба второе наше, что мужчине найти себе девушку вообще не проблема, а женщине найти себе мужчину очень трудно. Я его ненавижу. Что значит ненавижу? То есть если вы считаете, что он что-то не так делает, то тогда просите его, объясните ему, как делать правильно. Ненавижу это не способ жить вообще. Понимаете? Интересно как бы вопрос, но если вы ненавидите, так и ненавидите. Чего вы мне записку запишите? Возвращаться к нему или нет? Ушла от мужа. Если записку пишите, значит втайне хотите возвращаться. втайне от себя хотите возвращаться, затем пишите записку. Втайне возвращаться, только призничать. женщине нужна помощь всегда, нужна прямая инструкция. Женщины так устроены, что им нужны советы. Они с советами лучше разбираются в своей жизни, когда им советуют. Ну, поднимайтесь, кто написал записку. давайте сейчас я посоветую. Что-то все трусливые какие здесь были. Никаких не буду советовать. Что пишите тогда записки? Когда моя мама была мною беременна, она все время ела мед. Не успевали покупать. А когда была беременна с сестрой, кто нюхал и жевал табак. Говорят ли подобные предпочтения беременной женщины о чем-то? Конечно говорят. Потому что то, что она не ела мент, когда ванна была беременна, значит она была беременна с четырьм человеком на свышенном очень. А вы можете с правом? Не кто табак. есть записки из серии «Похвалите меня, пожалуйста». Ну, бывает, но что-то. Маши у человека все хорошо, ему нечем писать, потому что писать, пообщаться с Олегом нечем хочется. Что именно задали вопрос «Похвалите какой-то». Вот я благодарю Бог за то, что благодаря Вам я познала истину о Боге. Это большое счастье знать, что все есть Бог. Спасибо Вам большое за это. А Вам спасибо за то, что Вы слушаете мои лекции и общаетесь со мной, каждое из моего ведома. Это мое большое счастье читать Вашу записку и иметь с Вами какие-то отношения и взаимные. Здесь дальше идет благодарность одна. Когда человек ничего Бога не просит, просто благодарит Его, то Бог ему дает все сам. Есть несколько способов вообще жить в этом мире. То есть один способ это все время клянчить, просить, требовать. Вот. Второй способ узнавать, интересоваться, это хорошо. Когда человек просит треб, ничего не получится, все будет плохо. Когда он интересуется, есть надежда, но когда человек ничего не бросит, это просто благодарит, то тогда все будет хорошо точно. Потому что это означает, что человек уже победил свою судьбу. Бывают люди благодаря даже грех в тяжелейшем условиях жизни. Это значит, что у них все будет хорошо, сто процентов. Бог заботится о тех, кто благодарен, о тех, кто недоволен, посылает больше испытаний. Потому что в этом мире нет несправедливости. Все соткано только из одной несправедливости.